Давай, смотри, сейчас распаковка борща будет. Смотри, реально борщ. Вот реально борщ. А нам доставка от вас приехала. Тут немножко напутали с заказом. Я бы хотел уточнить, почему так сложилось. Всем привет! Воскресенье, обзор. Давайте, заваривайте чаек, делайте себе яичницу, отваривайте пельмени, дошик мутите. И давайте с вами на полчасика, на сорок минут, не знаю, как получится, уйдем в обзор какой-нибудь еды. И сегодня вообще очень странно все. Перед съемкой обзора я всегда делаю несколько вещей. Это залезаю в гугл, пишу доставка, что-нибудь попадается интересное. Залезаю в ваши записи. То есть ваши рекомендации, которые вы пишете в комментариях, я в списочек веду. И смотрю, что там можно снять интересного из того, что вы хотите. Залезаю в приложение агрегаторов, Delivery, Яндекс, там, Зака-Зака, вот это все смотрю, что тут до меня довозят. И такой листаю, по-моему, Яндекс или Delivery, неважно, короче, листаю, листаю. Раз мне попадается, я думаю, интересно, донер-бургер какой-то. И я такой, дай сделаю заказ, дай сделаю заказ, интересно. Заказываю себе еду, а там шаурма, хот-доги у них есть, борщ и типа все. Я такой, ну ладно, блин, уже сделал заказ, отправлю его. Все, отправил заказ, пошел смотреть, что за донер-бургер. И получается, это вообще неинтересная тема. Это просто шаурмичная. Это шаурмичная. Это кафеха, знаешь, где находится? Это просто кафеха, которую вот я в гугле нашел, на улице Плеханова находится. Но, тем не менее, у них 4,5 звезды по отзывам. Не знаю, купленные или не купленные. Короче, сегодня обзорище, но снимаем мы по факту просто обзор на какую-то шаурмичную на Плеханова. Но они есть почему-то в Яндекс.Еде или Delivery. У них есть доставка, блин, у меня просто мозг разрывается. В общем, заказали, ждем. Ну что, нам привезли на 20 минут раньше, чем было написано в приложении агрегатора. В таких простеньких пакетиках. А на самом деле этот обзор может оказаться интересным. Так, тут не пойму логики, все в фольге. Вот это почему-то в таком виде, это без какой-либо зева, смотри. А, ну ладно, это хоть не туалетная бумага. Зева Делюкс, мягкое облако. Так, ну ребята, из шаурмичной мы еще ни разу не заказывали еду. Вот это Виталий сегодня намутил. Слушай, ну на самом деле уже все, конечно, остывшее, блин. Но шаурму довести с другого района в адекватном состоянии довольно сложно. Так, как это все, как это все, смотри. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, хот-дог. Ну давай на примере хот-дога, да? Это хот-дог. 35 градусов. Ну поверьте мне, поверьте мне, тут все такое. Да, по ощущениям тут все остыло до температуры тела человека. Не вариант. Мы распаковали весь донор. И запах такой, знаете, не то чтобы он прям неприятный, но какой-то чуть-чуть кисловатый. Я не думаю, что прям я должен тревожиться из-за этого. Честно, это уже второй дубль у нас что-то сбилось. Мы уже померили температуру хот-дога. Ой, вес хот-дога, он был 300, по-моему, 40 граммов, да? Давай еще раз. Да, 340 граммов за 220 рублей. Вот такой вот дофига из себя хот-дог. Здесь какой-то там бекончик, там огурчики, хрустящий лук. Ну, короче, все, что обычно вот добавляют нормальные хот-доги. Здесь еще есть дополнительный интерес. Это булочка, которая с сыром. Ну, короче, просто сверху насыпана сыр, и булочка выпекалась с этим сыром. Все, больше ничего особенного в этом хот-доге нет. Ну, давай попробуем. Что по вкусу? 220 рублей. Дорого, дорого. А еще мы обсудили, что салфеток нам не дали, кроме тех, что было завернуто в шаурму. Точнее, шаурма в них. Жирненько, мощненько, очень кисленько. И по факту ничем особо не отличающийся хот-дог от всяких сетевых наподобие Стардокса. То есть, если там взять самый мощный хот-дог, вот где там всего подряд, это будет примерно то же. Булка особой роли не играет, хотя она симпатичная довольно. Обычная хлебная булка. Довольно симпатичная по вкусу. Но сыр не играет никакой роли. То есть, тут как бы это скорее понты. А не понты то, что сосиска довольно вкусная. Огурчики хрустящие, нормальные. Укроп вообще заходит отлично. Укроп с сосиской это классика. Да, еще можно горошек сюда положить и селедочки. Но лучше так не делайте. В принципе, съедобный хот-дог. 220 рублей. Нормальный съедобный хот-дог. Но для хот-дога это все-таки перебор как ни крутить. 220 рублей. Это какая-то фастфудная тема. Ну, 120. Там еще окей. Ну, пожалуй, нет. Если бы... Наверное, если бы это подали где-нибудь в ресторане, в клевом. Там, ну, вот так вот с салфеточкой на локте. Вам хот-дог. Люкс, пожалуйста. То может быть. Восторга нет, но съедобная штука. Ребят, блин, ну хот-дог. Че? Че? Че тут? Так, ну ладно, давай перейдем уже к донерам. То бишь, к шавухе, да. У них шавуха, во-первых, когда ты выбираешь, ты можешь выбрать с говядиной. Либо с курицей. И можешь дополнительно там что-то добавить. Либо картошку фри. Либо лук фри, по-моему. Можно сыр, кажется. Что-то такое. Ну, сейчас на экране увидите эти опции. Так. Донер в лаваше XXL, то бишь большой донер с курицей я выбрал, стоит 220 рублей. Шаурма 220 рублей. Ну, для шавухи, в принципе, это не шок цена. Сколько она весит? Опять-таки, чисто информационно. 400 граммов? Че такого в этом весе, да, для шаурмы? Да, мне кажется, ничего. Ну, давай посмотрим. Тарелка нам не нужна. Ну, вот большая обычная шавуха в стрёмном лаваше, который изначально был крошащийся, да, а потом он стал ещё и вымокший. Короче, шаурма с доставкой – это совсем не то. Шаурма с доставкой – это совсем не вариант, потому что, ну вот оно всё, оно такое склизкое становится. Внутри тоже огурчики, кстати, солёные, мне очень нравятся в шаурме именно солёные огурчики, розовые помидорки, и всё, я не знаю, блин, шаурму обсуждать реально состав шаурмы, давай просто пробовать. Из нестандартного, наверное, чего обычно не кладут, вот в типичной шаурме, это опять-таки резанный укроп и лук, прям много лука, хотя лук кладут обычно, ладно. Какого хрена он острый? Он реально острый. Этого не было заявлено. Остаётся только запить теплющим энергетиком, реально он теплее температуры тела. Ещё я хочу сказать, это очень странно, конечно, делать острый продукт, когда у тебя не заказали острый, острое – это должно быть опцией. Делать острое, вести в доставку, явно, когда человек там первый раз заказал, это очень странно, короче, мне не понравилась эта тема абсолютно. Что касается вкуса, вот что мне понравилось в этой шавухе, абстрагируясь от остроты, в этой шавухе мне понравилось то, что в ней нет излишней кислоты томатного соуса. Это круто, когда добавляют и красный, и белый соус, но вот здесь чисто по ощущениям тут красного соуса особо даже и нет. Вот, тут есть белый какой-то йогуртовый соус, и он приятный. Эта шаурма, она по ощущениям легче, легче по вкусу, то есть она не такая прям ядрёная, прям на, короче, тебе, ты шавуху ешь у метро. Она чуть полегче, вот мы как-то делали сравнение ресторанной шавухи, дорогой, не ресторанной, совсем дешёвая из магазина. Вот ресторанная шавуха, по-моему, в Чайхане я покупал тогда номер один, вот у неё была такая фишка, что у неё более нежный вкус. Острота здесь адская, я серьёзно, очень остро. Но вкус такой более нежный, чем у шаурмы у метро. Вот здесь вот, наверное, вот об этом речь, хотя это тоже, походу, шаурма у метро. Ха, да, да. В общем и целом, чё, у мяса приятный вкус, хорошо замаринованная курочка, я не знаю, используют они вертела вот эти покупные, которые все шаурмичные используют. Их в паре мест всего делают, реально там сотни этих вертелов, и все шаурмичные закупают в одних местах. Такое ощущение, что мясо немножко всё-таки, наверное, своё. Не знаю, может, них там по своему рецепту как-то маринует. Приятный, приятный маринад у мяса. Вот, ну ладно, это пока рано делать выводы, конечно, с остротой это жёсткий косяк, мне кажется, так неправильно делать. У меня есть ещё какая-то шаурма, я вот не знаю, она XL или не XL, XXL даже, вот так у них называется. Но по весу она приблизительно такая же, как и та была. Сейчас посмотрю в заказе. Подожди, донер в пите, говяжья котлета, я такого не заказывал, походу. В пите у нас вот отдельно лежит, ждёт, это мы попробуем. В пите я очень люблю шауху. Бургер, борщ, а где мой борщ, кстати? Я же борщ заказывал. Возможно, это борщ, наверное, это борщ. Точно! Давай, смотри сейчас, распаковка борща будет. Смотри, реально борщ? Вот реально борщ? Я понял, что они сделали. Они без всякого согласования вместо борща мне положили тупо шауху. Ну вот это же не борщ, нет. Это нет. И это не борщ. Ну короче, вот такое решение они приняли. Вместо борща, который стоит 110 рублей, они мне положили просто шау. Это тоже неправильно. Блин, ребята, с сервисом что-то не то. А эта шауха, она вообще как будто бы не существует у них в меню. Шаурма с фаршем, посмотри. То есть, тот внутри фарш. И такого я не видел при заказе, что у них есть такой вариант шаухи. Любопытно. Ну то есть, взяли, сами положили. Конечно, это блюдо дороже. Тут респект могли бы вообще не положить, например. Положили шаурму. Ну давай попробуем, интересно. Пахнет абсолютно обычной говядиной молочной. То есть, там никакого блэк-ангуса вам мраморности, наверное, не будет. Ну, кстати, подожди. Я небольшой специалист в мясе. Особенно в фарше готовом. Но вот у говядины зернового от корма, да, который продает там стейки, делают нормальные. У него какой-то особенный вкус. Вот этот вкус чувствуется. И вот здесь вот как будто бы он. Кстати, обычный донер. А вот граммы, подожди. Граммы-то есть. Я нашел. То есть, я сначала чуть не видел эти граммы. 530 граммов должна большая была шауха весить. Явно та большая с курицей, как я и заказывал. А весила 430. Не до веса 100 граммов. Вот это, видимо, обычная шауха. Она 390, а стоит 190 рублей. И тут прям на фотографии вес. Ну, видимо, это просто донер в лаваше. Именно вот он у них так и называется с фаршем, понимаешь? Я уже сделал два укуса. Ну, сколько там? Давай 30, ну, сколько? Ну, 40 граммов добавим им, да? Она 340. Ну, давай, окей, 400. То есть, тут, наверное, вот по обычному донеру вопросов нет. Опять тот же самый лаваш. Ну, в целом, любопытный вкус. Фарш, я бы не сказал, что убогий. То есть, вот запах у него обычной говядины. Ну, такой котлетный. А по вкусу вот чувствуется, как будто бы это действительно, ну, я извиняюсь за мой французский, но Black Angus, блин. Это очень странно. Это очень странно, но вкус приятный. То есть, вот это мне скорее понравилось. Понравилось, да. Ну, если, я не знаю, как это совершенно случайно, это шаурмичное, может быть, наткнется на этот обзор. Напишите, ребят, в комментах, что за мясо вы используете. Я, потому что могу ошибаться, хотя мы проверим, еще у нас есть отдельно котлеты. Мы это проверим. Ладно. Давай, у нас шавуха в пите. Вот это мне нравится, шавуха в пите, это тема. Так, должен весить 355 граммов, а весит он 250. Капец, просто адские недовесы. 190 рублей весит. Ну, нафига вот это заявлять? 355 грамм. Вот, в пите. Ну, пита обычная, абсолютно такая шаурмичная. То есть, не как в Сахаре мы видели вот эти офигенные лепешки. Как жалко, что Сахара сгорела, блин. Боже мой. Ну, все, блин. Видишь, все. Вот это вот доставка шаурмы, блин. Никогда не делайте доставку шаурмы, пожалуйста. Потому что происходят вот такие вот эпики. Ну, что ж, смотри. У нас вот в пите, значит, вот такая структура шавухи. В этом углу у нас лежит мясо. Дальше овощи. Все. То есть, ты половину ешь пирожок с овощами, половину пирожок с мясом. Ну, понимаете, да? То есть, выложено нелогично. Должно быть, что ты кусаешь, у тебя тут и мясо, и овощи попадаются. Здесь кусаешь мясо и овощи. В общем, теория шавы. А-то пока шеварим. Это я овощичек сейчас рубанул. Средняя статистическая шауха, короче. Обычно, если я покупаю шауху, я не так часто это делаю. И есть вариант выбрать в лаваше или в пите. Я всегда беру в пите. Мне почему-то приятнее есть в пите. И обычная шауха становится чуть из-за этого вкуснее. В данном случае обычная шауха не стала вкуснее. Потому что пита из-за доставки, она перестала быть питой, перестала приносить удовольствие. Плюс она перестала выполнять функцию удержания начинки внутри себя. Вываливаясь, понимаете, вот это все. Это неприятно, но повторюсь, вот в этом месте довольно симпатичный вкус мяса. Мне нравится вкус мяса, который я ем. И фарш мне понравился, и вот это мне понравилось. Но в целом в этой шаухе вот эти вот листья, да, вот эта куча капусты. А капуста, понимаешь, она... Ты уж положил туда соусы, там соленые огурцы, капуста, сок начала давать. Она превращается в слюни. Реально она маринуется, пока доезжается. И непотребство. То есть с доставкой это невозможно. На месте, если есть, то да, пожалуй, можно. Я бы заказал съесть. Капец, я знал, что будет странный обзор, блин. Ну, нафига, ну я уже оплатил, понимаете. Я сделал заказ, такой, ну, рукой махнул. И Apple Pay нажал уже, все. Я что должен делать, ребят? Я не знаю, как там отменяются у них эти заказы. В общем, у нас шаухи закончились. У нас закончились даже хот-доги один. Для обзора. У нас еще бургеры и что-то там на второе. Я без восторгов. Я не знаю, как вы отнесетесь к этому обзору. Сейчас задизлайкаете меня, безусловно. Я без восторгов, но сказать, что это плохое место, я не могу. Это просто, ну, шаурмичная, которая, ну, делает вроде неплохо. Вроде неплохо. Прям вау-эффекта никакого нет. Я говорю, у меня вау-эффект был от ресторана Сахара. Мы снимали обзор, можете пересмотреть. И был эффект, во-первых, и от этого всего антуража какого-то такого вообще нетипичного хай-тековского ресторанного минимализма. А просто ковры какие. Шаурма, мясо. Я видел эти вертела с аппетитным мясом. Классная лепешка, которую явно сами готовят. Не вот эта вот пита покупная. Она тоже нормальная, но тем не менее. То есть вот там вот был какой-то такой вау-эффект. Типа прикольный. Может быть там даже, на самом деле там мясо было хуже по вкусу. Там соусы, может быть, были хуже даже, чем здесь. Но в целом как бы были ощущения, что, блин, прикольно. Мне понравилось. Я готов вам советовать. Жалко, что сгорело. Вот. А здесь такого эффекта нет. Ну, типа, да, нормально, качественная шауха. Как бы хуже бывает? Бывает. Лучше бывает? Да бывает, елки-палки. Я несколько адресов знаю. Ха, ну вам не скажу, поняли. Ладно, давай у нас еще два бургера. То есть эти ребята еще и бургеры делают. Вот здесь-то мы и оценим их фарш, который я подозреваю, что прям вот действительно все-таки он Black Angus. Булочка, бриошь? Да ладно. Я заказал два бургера. Бургер классика и бургер мексиканский. 385 граммов и 375. Как-то по весу они приблизительно одинаковые, да? Но коробочки у этого маленькие, у этого более вольготные. Как понять, какой из них какой, я не знаю. Ну вот это мексиканский. Блин, ну вот это салат вот, смотри. Блядь, ну кладите. Ну серьезно, ну положите вы айсберг. Ну вот к чему вот эти, вот все. То есть они положили на горячую котлету салат, и он сварился. Вот нахрена он здесь нужен. Вот это мексиканский, потому что там халапеньо. Тут же ни у кого фантазии нет, тут просто тупо добавят халапеньо, но зовут мексиканский. И это бургер классика. Это бургер классика. Давай по весу просто сравним, раз уж они заявляют все-таки вес. Мексиканский 385 граммов должен весить. Дим, ты видишь что-нибудь? Я не вижу ничего. Ну опять недовес. Давай, вот этот 375. 290. То есть, я не знаю, я не знаю, как к этому относиться. Причем при этом, как бы, ну ты смотришь, ну бургеры, бургеры, как бы, да. Ну нет ощущений, что тебе что-то не доложили. Бургер лежит. Просто они явно в программе ошиблись. Ну такое ощущение, что они в программе ошиблись, когда добавляли граммовки. Ну так специально ошибаться не стоит. Вот он бургер, ребята. Ну что? Бургер с доставкой. Могу сказать, что булка прикольная. Булка прикольная, такая бриошь. Мягенькая все. Не очень, кстати, крошащаяся. Мне нравится. Давайте респекну этим ребятам и за помидор. Посмотри, какой помидор. Краснющий прям, наверное, сладкий, хороший помидор. Что касается котлеты. Что касается котлеты. Тут-то я не знаю. Я не знаю. Ну есть какая-то структура, между прочим, у нее даже. Ничего себе. Так, сейчас распилим. Оба-на. Опять тот же самый, кстати, соус, который, блин, все разваливается. Вот нифига в доставке это нехорошая идея. Давай вот это посмотрим. Тот же самый соус, что был в хот-доге, вот этот горчичный, да? Котлетка, ну такая, слушай, она, знаешь, бывает разрезаешь, и оно тупо как вот, даже нет никаких там прослоек вот таких вот комочков, как, понимаешь, да? Ну то есть вот хороший фарш, он должен все-таки даже немножко крошиться. Ну вот. Все, я весь уляпался. Вот она доставка бургеров. Давай пробовать. Помидор хороший. Ох уж эти классические хайнсовские соусы. Я что-то подозреваю, что там и горчичный соус хайнс, и явно томатный тоже кетчуп хайнс. Твою мать. Они настолько уксусные, что когда ешь этот бургер, и делаешь такой вдох, знаешь, ну случайно просто лишнего вдохнуть, тебе такой уксусный удар в горло идет. Ненавижу кетчуп хайнс. Всей душой. Самый отвратительный кетчуп, который можно себе представить, это хайнс. Остальные соусы по-разному. Некоторые мне нравятся, некоторые нет. Но в данном случае тут двойной уксусный удар. Очень кислые соусы. Абсолютно слюнявый салат, омерзительно неприятный и не в тему сюда не подходящий никак свежие огурцы. При этом хорошая булка и неплохая котлета. Я серьезно? Это я сейчас сказал, ну серьезно. Здесь действительно неплохая котлета, и здесь действительно неплохая вкусная булочка-бриошь. Блин, только очень пресная. Вот когда отдельно съел, очень пресная. Это ешь все вместе, тебе уксус не дает возможности это осознать. Слушай, нормальное мясо, серьезно. Нормальная, приятная говяжка. Ну, остальное? Как так? Как так? Лебедь, рак и щука. Вы не доделали. Классический бургер доделайте. Не надо, во-первых, столько соусов этих уксусных. Это отвратительно. Во-вторых, огурцы и вот этот слюнявый салат. Кладите айсберг. Все, в любой непонятной ситуации айсберг. Бургер Мексиканский. Блин, вот так вот смотрю на котлету и вроде перестает впечатлять. Но в то же время и особо и не расстраивает. Котлет как котлета, блин. Вот это они напихали сюда. Ну, в общем, вся мексиканистость этого бургера заключается в добавлении маринованного перца. Опять свежий огурец, блин. Опять слюнявый салат. Конечно, все то же самое. Абсолютно то же самое. Я не очень понимаю, чем этот бургер выделится, кроме остроты. Я сейчас ожидаю ту же самую уксусную, уксусную ядреность. О, он еще сверху какой-то красный соус. Наверное, он меня еще дополнительно добьет. Приходится переворачивать, потому что нижняя булка, конечно, вымокает. Мы в конце еще отзывы почитаем на гугле. Там что-то типа 40 отзывов на них. Мне даже интересно, прямо в конце будет рубрика такая. Будем читать отзывы, что люди пишут. Насколько их мнение сходится с моим. Короче, абсолютно та же тема плюс остро. Слюнявый салат, неподходящие свежие огурцы, уксусные соусы и плюс острота. Все то же самое. Нет, 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 нельзя так делать бургеры. Но при этом, давайте скажу крамульную вещь. Наверное, эти бургеры не хуже бургеров в 90% бургерных. И даже вот прям тех, кто специализируется на бургерах. Здесь абсолютно нормальное мясо, здесь абсолютно нормальные булки. Но просто они не придумали вкусные соусы. Они не подумали над разнообразием подачи этих бургеров. Вот и вся история. Поэтому у них это очень банально. Но неплохо. Доннер бургер. Удивительно. Пожалуй, бургеры у них даже поинтереснее, чем шаурма. А шаурма... Да нет, и шаурма банальна, и это банально. Но сильного негатива нет. И у них еще подают вот такие штуки. То есть те же яйца только в профиль. Вот подают котлеты, например. С чем-то там, с какими-то овощичками. И подают, например, вот так вот. Бекон со сессонами. Те же самые, очевидно, которые были и в хот-догах. Вот такие блюда стоят... Да, опять... Вот опять, вот что за жесть. Омлет с курицей я заказал. 190 рублей. Омлет с курицей. Тут как минимум колбаски. Тут как минимум свиной бекон жареный. Тут нет курицы и в помине. Говяжьи котлеты с овощами. Да, вот говяжья котлета, вот овощи. Все, что мы видели в бургере, вот оно здесь лежит. Стоит 210 рублей. Здесь вот это, если была курица, стоит 190 рублей. Уникальные ребята, я не очень врубаюсь. А я не знаю, можно им позвонить вообще? Позвонить им как-то можно, нет? Донер бургер, давай позвоним им. Алло. Здрасте. Здрасте. А это донер же, да? Да. А нам доставка от вас приехала. Тут немножко напутали с заказом. Я бы хотел уточнить, почему так сложилось. Можно? А напутали, мы с курицей омлет заказывали, яйца в смысле, яичницу. Вот. Мы заказывали борщ, который нам не привезли. Вот. Ну, в общем-то, все. Так, смотрите, донор в лаваши XXL привезли с курицей? С курицей XXL привезли, да. Нету ни омлета, ни борща, да? Нет, ну у нас есть яичница с сосисками. Может быть, это он у вас так называется? Мы просто не в курсе. А, нет, он, наверное, просто перепутал. У нас есть глазунья с сосисками, а мы именно с курицей стоим. Ну, у нас вот глазунья с сосисками. Ладно, просто перепутали. Окей, а борщ просто не привезли. Да, скажите, борща, к сожалению, не было. Давайте я англичное средство положу на телефон или переведу по номеру КАСКО. Давайте на телефон, хорошо, да. Хорошо, сейчас в течение 20 минут. Да, спасибо. Хорошо, да, счастливо. Ну, вот такое регулирование вопроса. Это как бы перепутанный косяк. Денежки кинут на телефон. Но немножко странно, что это не по собственной инициативе. Ну, возможно, они и не знали. То есть они отправили заказ, не доложили и как бы даже не подозревали, что они не доложили. Хотя, если у них есть борщ в заказе, а борща, как она говорит, у них нет, то, наверное, логично предположить, что они мне это не довезут. И предложить, как бы, возместить сумму борща оплаченного, было бы неплохо сразу. Это немножко недочет. Ну, ладно, ну, перепутали, перепутали. Ну, глазунья с сосисками или омлет с курицей? Какая вам разница, реально? Ешьте, что дают. Вот, ладно, мы тут глазунья и глазунья сейчас обсудим. А что, вилочки какой-нибудь нет? Да нет, что, салфетка нет и вилки нет, конечно же. Ну, ладно, давай, ну, смотри, 190 рублей. Я думаю, что это примерно столько же стоит. Два сосисона, поджаренный бекончик, ну, он, конечно, уже не хрустящий, поэтому он не столь приятен мог бы быть, как хрустящий бекон. Вот, и вообще было бы неплохо, если бы они его мельче порезали, чтобы я мог вместе с яичницей это съесть. Вымокший картофель фри. Тот самый помидорчик красный, который, на удивление, имеет вкус. Вот он. Вот. И глазунья. Глазунья вот так вот поджарена, видите, вот, да? Я дома жарю так, чтобы не было вот темного прям, да? Мне нравится на медленной температурке. Но это фастфуд, кафе, там надо быстро. Поэтому здесь вот такие вот, ну, пережаренные, как бы, яйца. Но, тем не менее, смотри, глазунья, да? То есть они не переборщили с прожаркой. Желточек остался. Желточек остался. Желтенький. Все как надо. Не соленая. Не соленая глазунья. Я люблю посолить. Значит, что? Было бы классно иметь маленький пакетик соли. Дешевенький самый. Вообще любой абсолютно. Маленький пакетик соли меня бы удовлетворил. Сосисон. Честная такая еда. Честная еда. Особых претензий нет. Но помимо того, что это вот с доставки приехало в таком стрёмном виде. Картошка вот эта вся. То в целом и сосисончики, и омлетик, вот эта вот яшенка, она вполне нормальная. То есть это можно съесть. В общем, если вы там где-то живете, в районе заходите, то, наверное, да. Но вот эта вот штука у нас тут что? Опять эти свежие огурцы, блин. Такое ощущение, что им просто их девать некуда. Они поэтому их везде пихают. Но вот смотри, они, блин, слюнявые уже. Хотя вот что они здесь заслюнявились, непонятно. То есть тут вроде соли-то нет ни в понедоре, нигде. Тем не менее, они такие уже. Помидоры хорошие. Прям зачёт, ребят, спасибо за помидоры. Очень порадовали. И вот они, эти котлеты. Те же самые котлеты, что в бургере. Они уже подостыли, естественно, да, и приехали не сильно гретые. Ну, так он пресный, слушай, капец. С одной стороны, это плюс, когда, может быть, в бургерах, да, потому что соль вытягивает влагу. Может быть, из-за этого котлеты на какой-то процент больше сдерживают влаги. С другой стороны, вкуса в них особо не чувствуешь. Вот, например, фарш, который был в шаурме. Там был приятный вкус фарша. Я, очевидно, что это он же. Я прям вангую, что это тот же самый фарш. Но он был там приятнее, видимо, потому что там соусы, там что-то солененькое. Вот это все усиливало вкус мяса. Вот когда ты ешь отдельно эту котлету, это капец, это убожество, серьезно. Тем более она холодная, то есть это просто какая-то пресное нечто. Но при этом структурка более-менее нормальная. То есть я бы не сказал, что очень резиновый фарш. Даже холодный, он весьма неплохо жуется, то есть там не попадается каких-то жилок. Нормальный сносный фарш для бургеров. 90% вот так вот делает. Точнее, даже, наверное, 90% в ней делает. Но это нормально. Абсолютно такая середнячковая бургерная. Приготовят приблизительно так же. Ничего плохого сказать не могу, помимо того, что в качестве отдельного блюда подавать такие котлеты пресными, это очень странно. Это очень странно. Попробуешь такую котлету и совсем не захочешь взять бургер. Хотя в бургере эта котлета не так бесполезна, как отдельно. В общем, такое место. Донер-бургер, бургер-донер. Представляете, сегодня Виталий заказал, блин, шаурмяченую заказал. Давай почитаем отзывы. Меня особенно интересуют негативные отзывы. Потому что, смотрите, тут средняя оценка 4,7. 40-40 отзывов. Иван Войтов пишет. Уютное заведение, понравился бизнес-ланч. Недорого, сытно, очень вкусно. Вчера заказал себе тарелку борща. Тарелку борща Иван Войтов заказал. Ему дали, походу. Нет слов вкуснятина. Где мой борщ, блин? А, кстати, подожди, что-то сейчас пикнуло. Поступил платеж 110 рублей. Ребята вернули деньги за борщ. Все вовремя. Вот прям сейчас читаю, и оно пикнуло, видите? Фирменный бургер хочется попробовать. Иван, доить лучше до фарша, до бургер Хирус, до Блэкстара. Попробуй там бургеры. Так, Оля Светлова. Неплохое кафе. Мы у них не раз были. На днях снова пришли. Ага. Из плюсов. Хотели бы подметить цены. Куда дешевле тут есть, чем во многих других кафе. Серьезно? Хот-дог 220 рублей. Где-то дороже есть. Не знаю, не факт. Шаурмата за 220 тоже, наверное, редко попадается. Ну ладно. Последний раз у них первый... Последний раз у них первый раз картошку фри пробовала. Очень понравилось. Оля Светлова, что с вами не так? Уж точно не восторг. Картошка фри. Так, ну в целом тут хорошие отзывы. То есть понятно, я не знаю, покупные, не покупные. Ну вот, явно покупной отзыв. Валентина Киреева, одно фото. Вот явно фотография какая-то профессиональная. Сами же и писали. Как-то случайно дочь попросила зайти в респект 5 баллов. Ну не палитесь так, да? Надо фоткать хоть с экрана, блин. Горючее, я не хочу никого ни в чем ввинять. Но мое мнение, что практически все эти отзывы, они... Блин, ну даже вот стилистика написания одинаковая. Даже примерный объем текста одинаковый. Хачутов просто написал отвратительно. Я не люблю необоснованные отзывы. Если уж пишите отвратительно, пишите, почему отвратительно. Вот как я. Если я говорю, мне что-то не нравится, я говорю, почему мне не нравится. Вот так же и вы пишите отзывы. А то поставили компанию одну звездочку. И все. Хотя и 5 звездочек тоже под вопросом. Я не знаю, как у них в кафе. Серьезно. Возможно, у них там самая уютная обстановка. Возможно, только что приготовленные бургеры классические, не такие уксусные, как показалось мне. Вполне вероятно, что вот этот вот стремный лаваш, когда только подзапечется, он нормально держится, не крошится и так не размокает. Все это, скорее всего, так и есть. Наверное, это замечательное место в районе, в каком мы смотрели. Я забыл, в каком месте. Плеханово 9, шоссе энтузиастов. Все возможно, все возможно. И, безусловно, жители района шоссе энтузиастов могут, наверное, сказать свое мнение по поводу этого. Согласны они с моим мнением или нет. Или в кафе гораздо лучше, чем приехала мне в доставке. Но мое мнение такое, что этот обзор вообще не заслуживает попадать в обзорище. Я его выпустил, ну, потому что, наверное, забавно в какой-то степени было выпустить вот такой странный обзор. Короче, это просто шаурмичная, одна из очередных шаурмичных, в которой нет особо ничего интересного. Но, тем не менее, и плохого в ней ничего нет. Блин, ставить оценки им не ставить. Ну, доставка типа есть вроде как, по Москве возят. Надо ставить. Поставим, ладно уж, раз ввязались в этот блудняк. Поставим оценки и все, и закончим это. Ну, забавно, прикинь. Это то же самое, что я сейчас пойду там у Ашота из шаурмичной и доставку закажу и сниму обзорище. Надо так делать, кстати. Шаурма-патруль, не выходя из дома, короче. У Хованского патент куплю и все, будем снимать. Ладно, обзор, оценки, оценки. Оценки! Вот они, 52 балла набирают. Как они набирают 52 балла, ведь тебе особо ничего. Да ничего такого прям совсем плохого-то не произошло. Хорошего просто не произошло. Вот в чем грусть. Цена адекватная. В принципе, 4 балла они зарабатывают. Шаурма как шаурма с доставкой. То есть нет особо вот этих адских ресторанных завышений, когда где-нибудь чайханеты шаурму за 600 рублей тебе привезут. Ну или 400, не важно. Ну дорого, короче. Здесь обычная цена такая же, которую ты у них в кафе попросишь. Вкус-качество. Короче, я подумал над всем. В целом трешничек. То есть нормальная такая удовлетворительная еда, которую точно не надо заказывать в доставке, но которую, наверное, можно заехать и покушать. Вполне нормально будет. Соответствие один, сервис один. Ну, у нас везде недовесы. По факту. Заявляете, блин, столько получается. Везде практически на 100 граммов меньше. Но это неправильно. Не по-пацански так делать. Сервис я поставил единицу. Не потому что я бабайка злой, а потому что, ну, сами все видели. У нас нет салфеток, у нас нет никаких вилочек. Даже самой саненькой пластиковой вилочки с ножом у нас нет, чтобы зараза поесть, например, сосиски с омлетом вот с этим. Нет борща. Отсутствие борща это тоже к сервису относится. Нет борща. Позвони и предупреди. Нет борща. Верни денюжку сразу, а не потом. Но спасибо, что вернули. За это вам лайк. Поэтому не ноль, а единица. Вот. Вот и все. Скорость 4. На удивление, шоссе энтузиастов мне они привезли довольно быстро. Температура единица. Привезли вроде бы более-менее адекватно по времени, но все-таки холодный. И лайк, конечно же, нет. Какой может быть лайк, когда речь идет вот об этом? Тут даже, понимаете, я это место не могу рекомендовать. В плане доставки не потому, что мне тут еда там не понравилась. Нормальная, сносная еда. Эту еду нельзя в доставку. Нельзя возить шавуху. Шавуха не возится. Нельзя возить бургеры. Бургеры не возятся. Они вымыкают. Но, в принципе, не только. Из-за этого, наверное, в целом у меня нет никакого восторга, чтобы заказывать эту еду. Я не знаю, в том же, в каком-нибудь, да блин, там Ливан Хаус, да, вот у нас в торговом центре есть. Там как-то все и приезжает, и повкуснее, посимпатичнее. Мне это больше, мне это приятнее. Да тот же Гриль Хаус там, да, мы делали обзор. Вот, тоже они небольшие оценки получили, но оттуда приезжает как-то все в чуть-чуть адекватном виде. Потому что, во-первых, рядом, то есть вот так вот. Если рядом, наверное, можно заказать этих ребят. В общем, все, я выговорился. Вот такой вот странный обзор. Простите меня, я не хотел вам испортить настроение, но, надеюсь, вы все-таки успели допить свой чаек, докушать булочку или что там у вас в пельмешке. А как вам не решил? Субтитры сделал DimaTorzok